Всем доброе утро. Проснулись мы в Казахстане, в Усть-Каменогорске. Девчонки, вам спасибо за завтрак. Было все аппетитно и вкусно. Андрюха у нас отвалился, отдыхает после еды. Все, собираемся. В путь нам еще сегодня ехать 630 километров до Алла-Коля. Сейчас посмотрим, что на улице творится. 6 часов 40 минут, но уже город просыпается. Вот такой он, в Усть-Каменогорске. Приехали вчера, сегодня надо добраться и заселиться. Мы, я думаю, по пути будем еще останавливаться, смотреть красивую мишку. На улице прелесть вообще. Прохладно, не жарко, но и не холодно. Так, все, сборы у нас. Забрасывайте все в машину и поехали. Выезжаем, сейчас будем ехать по Кольцо и проезжать Иртыш. Вот с левой стороны будет площадь, рядом с которой мы вчера гуляли. И он, торговый центр большой. Выезжаем мы с Усть-Каменогорска. Смотрите, дорогу сделали шикарную. Надолго ли? Неизвестно. Впереди горы. Проезжаем город Касын. Касына-Касын. Кайсеново. Такой городишко. Едем по трассе, вообще пустая дорога. Порой кажется, что мы заблудились. А с правой стороны виднеются то ли калмы такие, нет, горы. Как будто по премиям американским едем. Да, да, да. Похоже на это, да? Появились вот такие съезды с дороги. Дожди, может быть, это один большой съезд до самого Лаколя. Да нет, они дорогу, похоже, делают там с правой стороны, поэтому здесь... До этого-то хорошая дорога была. Да, вообще отличная дорога была. Колбатау. Подъехали к деревене, сейчас нам надо заправиться. Что-то мы проскочили в Усть-Каменогорск, не заправили бензином. У нас осталось на 186 километров всего бензина. Ехать еще порядка 500 верст. Так что нам в срочном порядке надо заправиться. Впереди, кстати, гаишники стоят. Интересно. Заехали мы в этот населенный пункт. Дорога здесь тоже отвратная, конечно. Миницы, балды, базар. Наташа учит казахский язык. Да, Наташ, это не Таиланд. Заправок вообще по трассе не было. Да, успокойся. 100 километров проехал. Ты все заправки проехал, теперь всех обвиняем. Не без этого. Нашли мы заправку Казак, но, как казалось, 95-го бензина нет. Ливанули 20 литров. 92-го. Еще дальше едем до Ягоза, нам еще 200 километров. Надеюсь, там будет бензин. Отъехал маленько в сторону, и здесь вот 95-й уже появился. Залью еще 15 литров. По цене 225. В принципе, нормальная цена, главное, чтобы бензин нормальный. Закончился у нас. Да это эти стоят, которые... Да, причем, смотрите, наверху стоит радар у него. По трассе, как у нас, практически нет таких радаров. Надо предупредить народ. И вот заправка еще какая-то вот стремненькая с правой стороны, сельская. Все в путь. Вроде полный бак на 744 километра. Надеюсь, там хватит добраться. Опять объезды. С правой стороны нормальная дорога. Нет объезд. Зачем? Вот, закончилась, наконец-то, эта дорожка. Причем на всем вот этом промежутке дороги просто один каток катался туда-сюда, и асфальт ровнял. Дорога нормальная. Мы пришли к выводу, что они, скорее всего, ремонтируют уже построенную дорогу. Она у них пошла трещиной в одном месте. Вот, смотрите, интересно в Казахстане. Перекресток, поворот направо, в какой-то населенный пункт. И стоят ворота. Читай, Наташ, что там написано? Опа! Офигеть! Жан-Фы-Стабе. Жан-Фы-Стабе? Мне кажется, это что-то куда-то послали. Смотрите, наверное, пустынь, степь. А вон, с левой стороны, кладбище. Сейчас подъедем поближе, покажу. Смотрите, не кладбище, а целый город. Город мертвых, как в Каире, в Египте. Помнишь, Наташ? Они не закапывают землю, а строят для них домик и садят там их умерших. И они там разлагаются. Смотрите, с левой стороны товарняк движется. Железная дорога вдоль трассы проложена. Просто посреди степи, тач-пахал такой, построили. Интересно, да? Постройка такая, но она, похоже, не работает еще, только строят. Остановились, куда-то Андрюха пропал. До этого места доехали и видел его. Там какой-то оазис, болото, что-то вокруг. Смотрите, круг, круг. Ну, а там небольшой оазис. Придется, чувствую, наверное, возвращаться. За Андрюхой не знаю. Ну, вот такая дорожка здесь, такая среднего качества. А, вон и Андрюха, похоже, останавливались. Оставляет просто. Ну, и вот тоже дома заброшенные. Непонятно, что это такое. То ли кладбище. У них вот кладбище по дороге едешь. Едешь кучку там всяких разных. Очень много объездов. Вот съезжаем с основной трассы, которая вот с левой стороны нее. Все ремонтирует, ремонтирует. Скорость 50-60 км в час. Больше не поехать. Еще грузовики шуруют. Пылюка стоит страшная. Хорошую дорожку делают, но когда ее сделают полностью, неизвестно. Проезжаем озеро, смотрите, да, тоже степи, степи. Перед горами. Какое-то озеро, непонятно. Лера, посмотри по карте, как называется. Да. Если оно еще имеет какое-то название, да. Ну и все, уходим в сторону. Дальше опять степь. Озеро остается у нас за спиной. Как Лера называется? Караколь. Озеро Караколь. Да, но сейчас будет еще одно здесь. Еще одно впереди? Да, да, да. Так же самое, как в Горном Алтае. Каракольские озера. А Каракол, значит, что-то обозначает, да? У них же язык практически идет. Каракол, это типа жемчужина. Жемчужина, да? Ну вот, да ишь, все объяснимо. У них же одни корни. Тюркские, что у алтайцев, что у казахов. Вот сколько ехали, кафе не были. Вот, смотрите. Кафе, большак какой-то. И вот еще кафе. Цивилизация стала появляться. На протяжении двухсот километров, которые мы проехали, не было никаких населенных пунктов, не было практически. Они где-то в стороне там были. А сейчас мы прямо через какое-то деревню едем. А вот название ее. Аршалы. Подъехали к какому-то населенному пункту. Что там читаете? Ужбик. Ужби-ик. Это волк. Волк там? Памятник волку был? Барану. Я подумал, что барану. Это был не памятник, это был настоящий волк. Настоящий волк здесь? Возможно. Опять мечеть. Очередная. Красивую мечеть они строят здесь. Ну а вот дома у них вот такие. Технический перерыв у нас. Остановились, выехали за эту деревушку. Вот, смотрите, вдали на холме кладбище. Много таких. Андрюха, что-то бензином пахнет. У тебя канистра не разлилась там? А? Пролилась? Вот, заодно Арни прогуляю. У Андрюхи бензин разобился сейчас. А, вы в мешок его хотите прям? Ну да, логичнее. Поехали отдыхать. Ой, вот у нас очередной объезд. Но Андрюха насчитал уже, что мы пять раз объезжали. Это шестой получается у нас. Дорога, конечно, здесь ужас. Довольно-таки длинные участки приходится объезжать. А там, смотрите, вон лошадки спрятались. Под трассой прячутся от жары. Хотя время сейчас 11 часов, уже 27 градусов. Да, уже 15 минут едем по такой дороге. Наташа уже говорит, зачем поехали сюда? Сидели бы на даче. Красота. Только комори кусают. О, я надеюсь, что да. Я сразу занырнул. Я тоже. Но сначала нам надо найти еще, где жить. Потому что мы не забронировали себе базу или гостинь. О, мы наконец-то этих обгоняем. С маечкой. Выбрались на дорогу, наконец-то. Тоже не очень хорошие. По сравнению с тем, что было. Это вообще автострада. Все познается в сравнении. Так, а грузовик какого хрена едет по нашей полосе? И скажи, что самая лучшая дорога в Барнауле. Да я уже говорил, Лера, про это давно. Ладно, это все в районе Айя Гоза этого. Недаром многие блогеры рассказывали в своих видео, что это самая хреновая дорога здесь. И она уже здесь строится лет 10. Кто-то пропал. Да грузовик пропал. Дорога опять куда-то пропала. Кошмар. Ни хрена не видно, во-первых. Дорога жесть просто. Это какие-то фокусы. Это какие-то фокусы. Просто впереди, смотрите, хорошая дорога уже виднеется. Мы надеемся, что это не мираж. И он левее. Населенный пункт Айя Гоз. Там должна быть заправка. Надо еще заправиться, потому что с таким темпом у нас бензин просто улетает. Еще с кондюком сидим. Ну вот, наконец-то. Полчаса мы ехали по такой хрени. Вообще 40 километров, не больше. Все, даже меньше бывало. Я шею просела на два позвонка. Когда они сделают, наконец-то, и полностью эту дорогу неизвестно никому. Да, вот и заехали. Айя Гоз это какой-то большой прям? Ну, это районный центр. Потому что километров 30 назад начался район на Айя Гозке. И вот у них даже, смотрите, вышка какая есть. Не пойму, что за вышка-то телевизионная, что ли? Ой, Айя Гоз. И смотрите, какая шикарная здесь дорога. Этелевая башня еще стоит. 95-го опять нету. На той же заправке, на которой мы заправлялись только. Его почему-то нет. Ну ладно, сейчас посмотрим. Вот он, Айя Гоз. О, мечта КЗ. Смартфон Даром. Нормально. Техника. Это бытовая техника, ребята. О, домики, смотри. Так, ну вот мы в центре Айя Гоза. Так, Лера, веди. Куда ты нас? Вот он, супермаркет, пожалуйста. Надеюсь. Мы проезжали магазин, где продают телефоны. Он называется смартфон Адар. Да, я его заснял даже. Че, снял, да? Да. Молодец. Смартфон Адар. Ладно, давайте посмотрим, что в магазинчике есть. Вообще, она стоит тысячу, тысячу стоит. Представляешь, сыра копченая тысячу стоит. 200 рублей. У нас такой колбасы за 200 рублей нигде не говоришь. Да. Но тут написано, сколько килограмм, я вот не вижу просто. Пепси-колку родную зато нашли, покупаем. Да, 542 грамм. Вообще шикарно. Закупились мы на 1100. На 11100. По-русски на 2200. Нормально? Ровно 12 часов дня. Сейчас, я думаю, стоит где-нибудь перекусить в кафе. И потом поедем уже. Так, попали мы. Но у нас 160, по-моему, стоит. Да, да. Тут яичница 900 бат стоит. Очень дорого все. Это ресторан. Салаты 1500. Расскажи, потому что это ресторан. Первые блюда. Солянка 1100. А может здесь какой-то типа бизнес-ланч, а мы не знали. Вторые блюда. Нет, нам надо быстрее сейчас покушать. Чай с молоком 200 тенге. Чай черный 150 тенге. Такие цены, да? Для нас сейчас в Казахстане для нас все дорого стало. Это не раньше. Год назад было все нормально, дешево. Ешь, ешь. Андрей борщ? А нет, мы с Андреем заказали рамен. Я не хочу этот куриный суп. Я хочу, он остренький. Мама мне заказала всякую фигню. Надо борщ есть. Сначала борщ, потом мне Руслана отдала свой куриный суп, потому что я не ем. Бера, а ты вообще ничего не ешь? Тебе можно не питаться. Вот это рамен такой, да? О, спасибо большое. Сейчас будем пробовать. Тебе оставить? Ну куда я поделаю его? Это походу заваренный. Точно заваренный. Да, это как-то заваренный. Они просто туда добавили еще яйцо, вот эту штучку. Ой-ой-ой. Ну давай попробуем. Острый, Наташ, хватит мне перекладывать. А то будет, как в Таиланде. Я мяско тебе даю. Не надо мне мяско. Ты что им сказал? Нет мяса. А я тебе это обману. Лапша доширак просто лапша доширак. И баранина. И баранина. Вот это зеленые листочки, это я не знаю, что это. Нори. Нори. Водороск, что ли? Да. А ну что, это калапинь есть? Это нори. Это лапени, это вообще как пенец. Нет, но он не острый. А еще добавили в рамен. Вон у тебя калапинь. Я такой первый раз. Ты Наташи кинула на кусок мяса. Ай, ты уже заплатил. Говорит, нету мяса. Я ему положила. Ну ничего, сойдет. Еще кусочек один, вот смотри, какой говядина. Зачем он с борщом-то сбавляешься? Да там еще нет. Я как будто в Америке в Техасе. С бульдогом со своим, да? Короче, поели мы на 8 400 на шестерых. Ну, не дешево, скажу. Поделите на 5, вот и получится сколько там. Ой, 8 400 на 5. Короче, почти по 1600 рублей, да? По 1700, наверное. Выезжаем из Айагоза. В Айагозе мы потеряли полтора часа здесь были. Смотрите, у них латинскими буквами тоже распространено название писать. Сет. Саппар. Это, наверное, доброго пути. Мне нравится, что у них везде вот такие ворота есть. Ну да. Любой город, село, мне кажется. Алма-Ата, 772 километра. Заезжаем в очередное село. Называется Шинкожа. И смотрите, какой садик тут на коне. Прям Чингисхан какой-то. Отъехали неделько. Это Айагоза, вот как раз, где памятник этот стоит. Все, Андрюхе, что-то с машиной кипит. Не остывает радиатор. То ли термостат полетел, хрен знает. Посмотрим сейчас. Ну все, поехали. Вроде решили проблему. Не знаю, насколько точно. Ну, вроде как завоздушился у него радиатор. И не поступал в двигатель в систему охлаждения. Посмотрим сейчас, налили литр антифриза. Хорошо я положил с собой, взял его. Доедем сейчас до первой. Доправки еще купим и проверим. Температура у нас 32 градуса за бортом в тени. Жара стоит неимоверная. Вообще жара, как будто мы в Техасе. Проезжаем от гаишников. Видите, у них набалдажник сверху. Радар проверяют они. Таким образом скорость. Довольно-таки много гаишников встречается. Ну, я думаю, нам повезет. Или сглазим. Мы в поисках приключений. Не говори, нам везет. Благо, чтобы у Андрюхи все нормально с машиной было. Добрались. Осталось каких-то там 270 километров. И время уже полтретьего. А мы не нашли жилье еще. Да, будем искать. Ну нет, у меня есть на запасе тетка, если что. Есть, но хорошо. Если что, я напишу. Ну если что, хотя бы вас, девчонок, поселим. А мы уж можем палатку поставить. Мы в этот раз взяли с собой спальники, палатки. Лодку даже резиновую взяли. Будем рыбу ловить. Коптильню взяли. Вы будете как эти. Трое в лодке. Не считая собаку. Вот собаку тоже возьмем. Не считая собаку. Так что нормально. Главное не отчаиваться. Что мы и делаем. Самое главное лето. Это не зима в Сибири. В Сибири погода. Тут можно в любом месте палатку ставить. Видите, ни одного дерева нет на горизонте. Алиса сказала, что тут змеи везде. Опять начались эти объезды, ужасные дороги. Сейчас стало попытаться очень много грузовиков. Похоже, это с Алматы они едут в сторону. Российской границы, наверное. И без эти перегона не кончаются просто. Вчера я, конечно, был не прав. Павлов сказал, что дорога в районе Шимонайхи плохая. Там была чудесная дорога. Да, Лер? Но самые лучшие дороги в Барнауле. Да я с сарказмом говорю. Тут же вообще нереально ехать. Сейчас пока доедешь, всю душу вытрясет. Вообще просто жесть. Тяжело ехать. Так что, ребята, пока не сделают дорогу. Не ездите в сторону Алматы здесь. В Казахстане, я так понял, с дорогами еще больше проблем, чем у нас. Буквально выехали на хорошую дорогу. Вот она, хорошая дорога. Пяти километров не проехали. И все, опять, смотрите, объезд. И опять плохая дорога. Я уже сбился со счету, сколько таких объездов было. Просто много. Смотрел видео блогеров, которые ехали по этой дороге. Матерились тоже, что дорога ужасная. И один комментатор написал, что года, наверное, четыре назад договорились с китайцами, что китайские рабочие, подрядчики будут строить здесь дорогу. Ну и те, соответственно, начали строить дорогу. А местные жители, которые в селе, в ближайшем, прошивали, нахренакались и пошли, морду набили китайцы. Соответственно, те обиделись. И все, собрались и уехали. И после этого дорога такая плохая осталась. Байка это или нет, не знаю. Но сами видите, какая дорога здесь. И никто ее, похоже, серьезно не ремонтирует. Ну вот здесь вот более-менее сейчас пошла. Так, закончился у нас какой-то район. Начинается Буржар. А, вот, Буржарский район. А яглос закончился. И он там опять, смотри, с левой стороны пыль. Там опять объезд. Доехали какие радостные. Да, вчера быстро приехали. И сегодня вот уже полчетвертого. Выехали в 7 утра. Тяжело идем. Ну и что? С лаганской дорогой можно сравнить? Туда хотя бы быстрее приехать. Тут ни конца ни края. Лаганская дорога получше. Там 100 километров бездорожье, конечно. Там получше. Здесь мы уже, наверное, сколько проехали. Выехали было 500. Сейчас 900. 400 километров мы уже от Усть-Каменогорска проехали. И вот смотрите, эти 400 километров мы идем, получается, до 12-5 часов. Плюс 8,5 часов уже идем. И еще 200 километров. И он опять пылюка. Опять пылюка, это значит, там опять объезд. Доехали до перекрестка. Смотрите, какие здесь красивые храмы стоят. Кап-держишь написано. Нам в сторону Бахты, Далматы, 683 километра, но нам туда не надо. Мы сейчас налево следим. О, кстати, здесь же две дороги. Ну вот, нам сейчас налево надо. Малакошь. Через 300 метров развернитесь. Маршрут перестроен. Подожди, ты что-то... Нет, нам вот сюда надо сейчас повернуть. Все, свернули в сторону Уржара. Да Уржара, по-моему, там еще 80 километров нам ехать. Смотрите, дорога какая. Здесь вроде нормальная дорога. Надеюсь, такая она и дальше протяжется. Есть надежда, Наташа? Нет. А вот это чем-то мне Кипр напоминает. Помните, мы в Кипре... Да, да, да. По Кипру ехали, так же такие... Только на Кипре я не видела ни одной такой дороги разбитой. Нет, ну это-то хорошая дорога сейчас. Прикольно. Горы с левой стороны и с правой стороны, да? Слева горы, слева горы. Ну, это сделали. Кто этот... Не пьет? Смотрите, вдали горы появились. Синий трактор мчится к нам. Вот он, скорость. Тут знаки появились хоть. Более-менее цивилизованная разметка на дороге. Ты давай 70, потому что тут мало ли гаишников. Да, кстати, мы узнали, что можно на 10 километров всего превышать. Скорость ненаказуема, имеется в виду. Без штрафа. Без штрафа, да. Но тут хоть нету этих радаров в коробках, которые стоят вдоль дороги. Только гаишники здесь очень много. Смотрите, какие горы здесь. Тас-Кескен. Тас-Кескен. Вот что это такое? Бухлая знает. Вот внизу деревня какая-то. Сейчас посмотрим. А, зелененькая хотя бы, деревья есть. Да, да, да. Знаешь, там речка есть. Оазис какой-то просто. Это пирожит. Вот, читай, Наташа, так же самое называется как. Тас-Кескен. Тас-Кескен. Такая деревня. Тут даже пешеходные переходы есть. Наташа, на улицу вытаскиваешь руку и просто жарюка. 37 градусов показывает, представляете? Опа, смотрите, Лера, точно волки, смотри. Волки стоят. Да, я не видела волка. Я тогда не знаю, почему они собак не любят, Арни. Потому что они волков. Это же памятники собакам. Не собакам, а волкам. И вот коровки у нас пасутся. Стоят. А, вот речка, речка. Название не написано, кстати, на этой реке. Да нет, какая-то горная, кстати, река, смотрите. Бурная. Ну, вон сидят, купаются в речке. Такая жара, 37 градусов. Каракол называется. Озеро это, не озеро, речка, Каракол. Смотрите, ну тут совсем все по-другому. Растительность появилась. Валя даже. Здесь вон трактора ездят. Копный. Вообще шикарно. Здесь он более-менее напоминает Алтайский край как-то, да? Ну что, смотри, вообще. Поля. Поля, деревья. Ну, вот видно, что мы подъезжаем. Мировое. Айтпай. Да, так называется деревья. Я сначала прочитал. Прочитал, думал, Алтай. Да, да, да. Похоже было. Но нет, не Алтай. Айтпай. Вот въезд в Уржар. Уржар, он написан латинскими буквами. Два лебедя таких. А мы сейчас будем искать заправку. Где-то здесь должна быть хорошая заправочка. Что про базу сказали? Бензином проблемы в Казахстане. Вон на заправке сейчас стояли. Минут 20, наверное. Ждали, когда генератор починят, потому что электричества нет. И то продавали только 92-й. Вот нам сейчас до вот этого Маканши и направо повернуть. И там будет уже Кабанбай, куда мы едем. Короче, не стали мы ждать. В канистрах есть бензин. Я думаю, хватит нам туда-обратно съездить. И в Кабанбай в этом есть заправки, только очереди. Сказали, сейчас по пути тоже будут еще заправки. Поэтому едем. И парень рассказал нам, где можно остановиться. Он говорит, вы как заедете в этот сам Алаколь, вот эту базу, где базы все находятся, место Алаколь называют. Надо налево поехать до конца. Там, говорит, новые базы. И отдавали они 16 тысяч за взрослого человека. Вот дели на 5. 8 тысяч рублей. Так и получается. За одного взрослого человека. В сутки? А нет, 16 поделить на 5 будет не 8 тысяч. Это я собрал. Заехали в деревню, называется Маканши. Название есть, а деревни нет. Где вот деревня? А где-то вот направо надо. Да вот, похоже, вот сюда надо споронить. Макс, не работает, я что сделаю. Вот сюда, похоже, да. Маканши, наверное, здесь все-таки. Все, разобрались. Дальше там будет еще свороток. Вот только где деревня Маканши начинается. Должны не пропустить свороток направо. А там вот что-то типа заправки, мне кажется, зеленые крыши. Похожи на заправку или нет? Сейчас остановились на заправочке, вот здесь. 92-й только. Бензин, я таких не видел, Андрюха Пистолетов, 100 лет уже. Он еще протекает у меня. Медленно. И бензин, медленно-медленно, да. Хоть бы бензин еще был нормальный. Также цена 205. 95-го нет. Ну хоть заправились. Я 30-ку ливану. Ты сколько? 30. Ну хоть и хватит. На 6, короче. Ладно. Чуть-чуть лучше. Самое главное теперь найти нам, где ночевать сегодня. Поехали. Время без 15,6, 38 градусов. Заправились мы, короче, 30 литров. 755 километров нам еще хватит. И асфальт здесь аж плавится. Сейчас только что проехали, вообще битум галимы лежит. А дорога здесь хорошая. Нормально, ездить можно. А за эту поездку такое впервые. Стадо коров нам переходит дорогу. Почти как в горе Малтай, да, Тарш? Му-муу, вот они стоят. Му-муу. Му-муу. Опа, встречаю. Алла-Коль. Направо 80 километров. Ну вот. Наконец-то мы сворачиваем. Едем обратно. Андрюха где-то пропал, не знаю. А, пустил я его из виду. Надо было его первым пускать. Ну да. Чего не догадались-то? Гориконтерный. Все, вы езжайте. Сейчас она по-растуне кто-то подъедет. Так а куда ехать? Мы же сами не знаем. Он же тебе что-то примерно объяснил. Да хер его знает. Он-то объяснил. Что он тебе сказал? Где-то старый. Да, налево надо повернуть. Ну видишь, там тоже по базам. Договоримся по цене. Первый. Да. Может до старых дешевле туда все. Надо ехать. Ну что, палатка у нас есть. Я тоже взял палатку. Ну я говорю. Ну что, если даже Руслану тесно будет? Жатва у нас есть. Все есть. Да сейчас доедем-то, поди. До озера главное добраться. Туалет есть. Мусор есть. Смотри, столик есть. Вот здесь палатку поставить. Ну далеко, правда, до озера. До воды далеко. До воды далеко ехали что-то. Ой, не говори. Ладно, подождем сейчас. Уже время. 10 минут все. 10 минут 7. Ой, последние километры самые тяжелые. Впереди он виднеются горы. И где-то озеро уже видно. Да, да, вот видно. А, вот с правой стороны уже. Точно, с правой стороны вон озеро уже. Скоро должны добраться. Время уже без 10,7. Через 10 минут будет ровно 12 часов, как мы выехали из Усть-Каменогорска. Это тяжелая была дорога. А по километражу мы проехали уже 1123 километра. И осталось там еще, наверное, километров 10. Налево барлык Алакель направо. И смотрите, корабль какой там. Кабанбай. Вот он, Кабанбай направо. До Кабанбая добрались мы. Хорошо, что мы там заправились. Гляньте здесь на заправку очередь. Мама дорогая. Музык, что так это толтается. А что за заправка? Безымянная. No name. No name. Офигеть. Офигеть. No name, но кося. О, вон озеро уже видно. Блестит. Это море, море. 37 градусов температура. Машина снижает. Бензина нам 638 километров. Нам как раз хватит добраться до Усть-Каменогорска. Так что еще двадцатка есть у нас в канистре. Потом заправляться, если никуда не поедем, нам больше не надо до Усть-Каменогорска. Дрюха, я тебя поздравляю, мы добрались. Сгорем пополам. До озера не знаю, но до источника, до святого добрались. Вот такой здесь. Что? Арбуз решили купить. Где ты, видишь, арбузы продаются? Вот. А вы зачем с тобой едете? Вот источник, про который говорили. Вот налево дорога. Сейчас будете смотреть на карту и искать место, где будем жить. Все, сейчас надо на карте найти. Вот мы на озере уже. Проблемка стала с жильем, потому что базы, видите, вся такого типа. Гостиничного типа. Нам надо отдельно стоящий домик. Но там уже озеро. Потому что с нашим Котопсом не пустят. Время 25 минут восьмого. Через час будет темно уже. Короче, все базы заняты. Ищем. Уже не до хорошего. Хоть бы где-нибудь расцелиться. Как обычно у нас всегда все было. Не, ну сейчас у нас, извините, обстоятельства такие были, что мы не могли забронировать заранее. А эти брони, которые мы делали, их аннулировали. Потому что мы не можем перевести деньги. Предоплату сделать. Налево, да, Наташа? Да, налево. Сейчас проездим, посмотрим. А во втором году мы могли куда-то пооткрыть? Пипец, смотрите, все занято. Вообще мест нет свободных. Абсолютно ни одного. Мы уже выезжаем куда-то в ту сторону, подальше от народа. Давай подальше от народа. Такая китайская деревня. База Алаколь доехали. Здесь нам советовали, кстати. Вот домики, Наташ, написано. Пошли, посмотрим. Жили вот в этом, да. Ну вот тут... Нету никого? Рядышко. Попробовать еще раз позвонить? Администрации нет. Непонятно. Телефон не беру. Если честно, я уже устал. Девятый час уже я. Кто-то покушать. И рюмочку накатить. И в озере скупать. И уснуть, поспать до завтра. Но надо искать жилье. Ну что, девчонки, для истории. Как вам? Супер. Сними коренного жителя. Пока супер. А как база-то хоть у нас называется? Коренной житель. Хорошо, хорошо. Потом еще встретимся с коренными жителями. Короче, сняли домик. Сейчас заедем, расскажу. Сколько стоит и какие условия. Поняла, зачем там куст по дороге. Какой куст? Куст расцветает. Короче, вот здесь будем жить. Смотрите. Пустыни снимай, Макс. О, там будем жить. Сейчас. Здесь надо будет пройти. Но пока она у нас делает уборку. Ой, зачем там уборку? Снисывая. Ну, пускай лампочку хотя бы поменяет. Нет, нам здесь пройти, чтобы туда подъехать нельзя, мы здесь машины бросим. Короче, это трэш, но ничего. Ну, все, Андрюха, давай, с приездом. Добрались. Алаколь. У тебя там что? Это прям шоколадка. Какой на горяченькое стало. Виски. У тебя там крепко? А, это виски. А, шоколадом, как коньяка дают. Ну, такой виски. Пойдемте быстрее. За приезд. Да идем, идем, мы по озеру идем уже. До озера дойти. Разнылась. Ну вот, свернули мы с дороги. Вот наша база, вон, синяя крыша. И идем по этой проселочной дороге. До озера сейчас должно дойти. Посмотрим по расстоянию, сколько займет времени. Китайский песня. Что без минералов, Алиска? Ну, чтобы забронировать заранее домик и спокойно заезжать. Не люди здесь виноваты в том, что мы не можем забронировать предоплату. Не, ну я тебе не про это говорю. Я не говорю про то, что мы не можем забронировать. Я тебе вообще говорю, что тебе нравится, допустим, этот берег. Это шумная компания. То, что тут все друг у друга на головах. Мне нравится муравейник. Вот я тоже не люблю муравейник. Тогда мы жили на Бухтарме. Скажи, прекрасно было. Вообще народу никого не было. На Бухтарме вообще всегда прекрасно. Просто видишь, охота была побывать на Алаколе. Ну, в разных местах, конечно. Смотри, как на той стороне красиво. Кстати, смотри, заход солнца. Так, и пешком шли 7 минут. 7 минут. Тут, кстати, камешки. Тут не песок, Алиса. А там, то есть с левой стороны, как этот парень сказал. Ну, сходим и туда. Там вроде песочек. Так, Максим, на сегодняшний день и час я согласна уже на все. Купаться будешь голышом? Я пойду сейчас в платье прям. Алиса, ты же сказала, разденешься. Я не сказала, я думала я вообще... О, одно-то какое паршивое. Че с одном-то? Ну, это соль. Какой соль? Камень какие-то не понять. Какой соль? Какой соль? Я не знаю. А че такое? О, это камни какие-то здесь. Это бодро, что такое в одежде пойдет? Я не пойду. Ой-ой-ой. Пап, дай руку. Я хотел. А че это такое? Это соль? Ты хотел у меня голодить? А че такое? А че такое? Ну, тебя закрасили потом, Алиса. Папа, почему это камень какой-то лежит? Ну, я откуда знаю, ты видишь? Такое ощущение, когда здесь плита лежит какая-то, неровная плита. И смотри, как мелко-то. Ой-ой-ой. Ну, мы вообще не. Ну, да. Ну, да, ну, да. Зато как красиво. Закат у нас видно. Не, ну мы завтра сюда днем на весь день придем. Да. Ну, может... О, вода-то какая грязная. Да это соль. Мать. А, это как в телескомойке. Это яровое. Это соль, яровое, да. Ты помнишь, как бомбы были на яровом? Ну, конечно. А, вон, смотри. На той стороне, видишь, светится. Вот это как-то раз Акши. Это с той стороны базы тоже. Там пресное озеро с той стороны. А с этой стороны солененькое. Так. Нам для здоровья. Тебе можно доверить камеру или Лейлеру? Я пошла Лейлеру. На, Лера, подержи камеру. А че тебе надо взять? Да ничего, не урони мне просто ее. Я пойду искупаюсь. Тебе снять? Убину. Ну, сними вот так. Давай. Какие-то мошки летают. Только не упади с ней. Ты больше за меня или за камеру переживаешь? За камеру, конечно. Спасибо, пап. За камеру, ты че укуешь? А если я ногу сломаю? Ну, я зашью тебе ногу. Камеру новую купишь? Камеру. Я-то плакать буду, мне будет больно. Все, Лера, потихонечку уходи. Ну, давай, ныряй уже. Мне мошки закусали. Просто присяжу. О, водичка тепленькая. Тепленькая. Вода вообще теплая. Ну, она не такая, как яровое, кстати. Соленая? Не, не такое. Яровое сильно вытаскивает. А это не такое сильно вытаскивает. Так это хорошо. Как на море. Все, я пошла. Так, все, мы заселились. Лера, как тебе здесь? Ужасно. Ужасно все? Я хочу уехать по второму. Арни, тебе нравится? Можно писать, где хочешь. Ну, пенсия, что за. Так, у нас вот такая здесь спальня для нас. Четыре койки. Ну, выбора не было. Ну, то, что есть, то есть. Хочется, если ты кашля. Я хочу поздать. Нет, нет, нет. Ну, вот, соседи мои здесь будут жить. Никого не кусается. Все. Так, Максим. Здесь мы поселились. Мы будем утром отдавать. Или сейчас? Нет, утром. Давайте, как скажете. Возьмя завтра, куда идем? Давай туда, в колбасу, в холодильник. В холодильник. А, до скольки? А до скольки? А, до скольки? Завтра, положи одну хотя бы. Обед, шанс, два, ужин с 7 до 8. Ну, и отлично. все сейчас постельку нам принесут ну конечно 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 алиса я тоже взял топки все давайте ужинать то есть я опять виновата наоборот ты чё так зато мы никогда это не забудем ну да я согласен а мне понравился армия там затрутятся витраты прикольные легендарные не всем нравится ладно давайте с прибытием ребята с прибытием и спокойной ночи с прибытием и спокойной ночи а вот так да 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 алиса